Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Перспективный и развивающийся клан Мэшенру набирает игроков, начиная от седьмого тоунхола. Однако у ребят есть один важный критерий, который для них действительно играет большую роль – это возраст. Ребята хотят набрать взрослых игроков, начиная от 30 лет. Так что если вам 30, 40 или даже 50, то именно вас в этом клане как раз таки и ждут, потому что весь клан – это взрослые люди. При входе указываете имя, возраст и город, пустые заявки отклоняются. С донатом, как вы видите, проблем никаких нет, поскольку в клане есть несколько топов, которые и руководят кланом, и, конечно, помогают с донатами и советом. На текущий момент клан создан не так давно, он находится на стадии своего развития, однако, несмотря на это, у ребят есть огромный опыт в проведении КВ в руководстве кланом, поэтому и результаты соответствующие. Конечно, могут быть исключения по возрасту, а также иногда принимают ребят из 20-25 годиками, поэтому пробуйте, тег оставлен в описании. Если раньше Ютуб пестрелал различными роликами об открытии сундуков сначала в Клэш-Рояле, потом в Раустарсе, то теперь это будет открытие сундуков в Rush Wars. Да, здесь на самом деле тоже есть сундуки, как я уже рассказывала ранее, но в отличие от Брау Старса и Клэш-Рояля падает из них что-то прям очень хорошее, мне кажется, гораздо чаще. Но, по крайней мере, на начальных этапах мне удалось выбить достаточно много всего, а играю я всего лишь второй день. Так что здесь, мне кажется, вам падает что-то хорошее весьма часто. И вот как раз мне выпал танк, и мне выпал человечек с базукой. Скажу, что и одно, и другое это весьма годные вещи, поэтому, если это вам выпало, обязательно это используйте и не кидайте так криво автоматы, как это делаю я. Ну, так вот, ближе к делу. Что касается танка, ну, собственно, танк, он и есть танк. Как и в Clash of Clans, это голем, но в отличие от голема, танк стреляет по всем вот этим движущимся юнитам, но и сзади как раз ему нужна какая-то подстраховка в виде других юнитов, чтобы они, грубо говоря, за его спиной разбивали все остальное. Самое главное, не попадайте на сплэшевый урон, потому что иначе боицы сзади у вас будут очень быстро погибать. Что касается человека с базукой, то это тоже годная вещь, потому что у него очень хороший урон, но, опять же, его не нужно подставлять под удар, потому что жизни у него не так много, убивают его довольно быстро, но вы видите, что урон у него прям действительно очень мощный. Кстати говоря, о танках. Также стоит отметить, что они очень медленные. Учитывайте это при игре, возможно, это очевидная вещь, но, тем не менее, думаю, стоит сказать. Что касается повышения уровня в игре, это довольно важная здесь штука, потому что от уровня напрямую зависят различные улучшения. Вот, к примеру, по достижении третьего уровня можно создавать свой клан, либо же вступать в другие. Но, как обычно, по традиции, я решила не отклоняться от своих, скажем так, привычек, и поэтому был создан клан Dark Masters. Кстати говоря, русскоговорящих кланов в этой игре уже весьма много, что говорит о том, что у большинства все-таки получилось скачать Rush Wars на свои устройства. Если вдруг по какой-то причине вы до сих пор не знаете, как это сделать, то сейчас в верхнем правом углу можно найти ролик по подсказке, где я подробно показываю инструкцию, как скачать эту игрушечку на Android. Я думаю, что вам это должно помочь, даже уверена в этом, потому что лично я делала все именно так, и у меня все сработало. Да и под комментариями к ролику тоже поняла, что у большинства все работает. Если вдруг у вас что-то не получается, попробуйте изменить VPN, потому что VPN дело такое, на одних устройствах идет одна прога, на других идет другая. Лично у меня не пошло многое, что мне советовали в комментах, но зато пошло что-то другое, что мне не советовали, но и наоборот. Так что, в общем, пробуйте, испытывайте различные VPN, если у вас с одним не получилось, пытайтесь найти другое и так далее. Если вы все делаете четко по инструкции, то у вас не должно быть в конце концов никаких проблем, и все-таки игра должна установиться. Но я тем временем создаю клан Dark Masters, после его создания вы увидите тег клана, вы можете в него вступить, если вы подходите по критериям. Я пока не стала ставить что-то прям очень жесткое, поставила всего лишь от 200 медалек, я думаю, что это несложно набить, буквально за день все это делается. Что касается вообще кланов в этой игре, не знаю, как назвать кланы, клубы, но в общем не суть. Они немножко отличаются от Clash'а тем, что здесь очень мало мест. Здесь всего 25 мест, поэтому тут, как говорится, кто успел, тот и попал. В общем, не знаю, думаю, что, наверное, должны увеличить количество мест, потому что, ну, 25 совсем как-то ни о чем, и, в общем-то, вместить людей как-то не получается совсем. Если у Бравли аж 100, то здесь всего лишь 25. Для чего нужны кланы, что они дают, какие полезные плюшки можно получить, и самое главное, что происходит с кланами-войнами в Rush Wars, я расскажу в отдельном ролике, думаю, что стоит уделить им отдельное внимание. Ну, а в этом же видео я вам покажу еще и другие карты, которые мне выпали, как они работают. Я думаю, что это будет полезно и для тех, у кого еще нет этих карт, и для тех, кто их получил, но пока не очень понимает, что с ними делать. Как я и сказала, выпадает все довольно часто. Вот, к примеру, у меня сейчас выпала еще одна карточка, вот она как раз подсвечивается золотым. И, опять же, очень советую, прям настоятельно рекомендую, смотреть превью к каждой карте, чтобы понимать, как она работает. Это такая штука типа люка, и в ней сидят вот эти маленькие человечки. Сами по себе они довольно безобидные, у них небольшое количество жизни, урон тоже не супер, но если вдруг на них не обращает внимание танк, как вот сейчас, да, танк переключился на сам люк, то как раз они могут его быстренько скушать. Что касается мортиры, вот эта вещь очень годная, вот эту вещь я прям очень советую поставить себе на базу и прокачать, потому что мортира бьет с плэшем, как и в клэшке, да, как и в том же самом рояле и так далее, бьет с плэшем и может убрать большую группу войск, большое скопление, это действительно круто. Также мне выпал еще один новый персонаж, вот этот хот-шот, и если все предыдущие юниты били по сингл урону, то этот как раз наносит урон с плэшем, поэтому его лучше использовать, когда вы видите большое скопление войск на базе соперника, как вот в этом случае, четыре стоят, дальше еще двое сзади, и вот как раз он очень хорошо один их всех выносит. Следующее, что мне выпало, такой перк заклинания, если можно сравнить с Clash of Clans, которое называется Boost. Да, на стриме мне многие говорили, что действует как рейдж, но мне сразу показалось, что действует все-таки как спеш, и это правда. Как рейдж он не действует, он только ускоряет войска. Причем работает очень непродолжительное время, однако, кстати, заметила прикольную фишку, что когда вы выбираете, куда закинуть какое-либо заклинание, у вас игра как бы приостанавливается, для того, чтобы вы точно попали, куда нужно, не промахнулись. Но мне лично эта штука не зашла, мне кажется, она действует очень мало, я привыкла к Clash, где зельки действуют гораздо дольше, но возможно стоит ее все-таки прокачать, посмотреть, что вот это будет на более высоких левлах, но мне, честно говоря, она пока не понравилась. В общем, я ее не использую. Также мне удалось открыть вот такой здоровенный просто сундучище, здесь правда ничего нового не выпало, но зато из каждого выпало довольно большое количество карт. Ну, в принципе, как и в других играх, вот Supercell, карты, это, конечно, вещь хорошая, но их можно копить бесконечно, поэтому все-таки лучше, когда выпадает что-то более дельное. Также мне удалось копить 500 монеточек, да, на самом деле, несмотря на небольшую стоимость, эта цифра копится очень долго, многим не хватает, многие сидят и апают, апают, постоянно себе эти монетки копят их, для того, чтобы повысить уровень главного здания. Кроме того, после повышения у вас открывается доступ, естественно, к новым картам, в том числе вот эта классная карта под названием Jetpacks, это такая штука, которая летает по воздуху, да, это очень здорово, сейчас покажу вам, как это все дело работает на превьюшке, и действительно, это годная вещь, пока у вашего соперника не появилось что-то воздушное, потому что она летает по воздуху, и, по сути, те строения дефа, которые бьют по земле, или же те юниты, которые бьют по земле, для нее просто не существует, то есть она неуязвима. Поэтому я всегда теперь беру хотя бы одну такую штуку с собой, потому что, вот, к примеру, как на этой карте, здесь абсолютно ничего нет, что умеет стрелять по воздуху, поэтому все танки и вот эту мортиру мне удалось нести с помощью ее одной. Однако же стоит не забывать о том, что она все-таки тоже не очень быстрая, поэтому рассчитывайте время. Здесь никак флэши, здесь не три минуты, здесь гораздо меньше, так что стоит все-таки как-то себя ужимать по срокам, чтобы укладываться и забирать всю базу на три звезды. Ну, вообще, конечно же, несмотря на то, что я играю все-таки недолго в эту игрушку, как и все остальные, мне все равно кажется, что игра гораздо проще, чем Clash of Clans, потому что в Clash всего гораздо больше в плане дефа, в плане механики. Здесь как-то все очень примитивно и после Clash, ну, мне лично не так интересно, как я начинала играть в Clash of Clans. Не знаю, возможно, это из разряда что бы ни сделали Supercell, все будет хуже, чем Clash, если любишь эту игру, а может быть и нет. Это все покажет только время, потому что сейчас игра очень сырая, находится на начальных этапах, ее только-только выпустили, причем еще даже не в глобальном релизе, очень много багов происходит, текстурки застревают, постоянно тоже появляется, ну, правда, не так часто, как в Бравле, вот этот значок Wi-Fi в Бравле вот лично у меня до сих пор, даже после глобального релиза, он появляется постоянно, то есть каждая третья, там, четвертая катка у меня с этим значком. При этом интернет абсолютно нормальный, как у большинства, кто пишет, тоже такие отзывы. В этой штуке тоже появляется практически этот значок, но, опять же, во многом игра очень сырая, графика мне тоже кажется не супер классная, так что не могу сказать, что я прям довольна этой игрушкой, если бы я ставила рейтинг, я, наверное, поставила бы где-то 5 из 10, ну, максимум 6, не больше. Но вот это на текущий момент то, что есть и то, что могу сказать про себя. Также из еще одной коробки мне выпал хил, да, это тот самый хил, который есть в клэше, но, опять-таки, привыкнув к клэшу, то, что это действует долго, то, что это очень большая зона, здесь, конечно, немножко сложновато приноровиться и немного промахиваешься, и кажется, почему-то все быстро заканчивается. И, кроме того, здесь хил, это просто аптечка. Опять-таки, на превью можно посмотреть, как этот хил работает. Вот сейчас его бросают, и буквально вот теперь его уже нет. То есть, все, несколько секунд, и выхиливает он не так круто, как, конечно, хотелось бы. Вот еще одна атака, тоже вот сейчас, смотрите, бросаю хил, он вот несколько звездочек оставляет, и все, вот нет уже хила, он уже закончился. Так что, в общем, результативность не такая, мне кажется, мощная, как могла бы быть. Возможно, опять же, стоит прокачивать до фула, смотреть, что там уже будет, но пока что мне это дело не особо зашло. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, пишите в комментариях, что уже открыли, возможно, что-то, чего еще нет у меня, а как вам вообще в целом игрушка после первого дня, и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать свежие видео. Всем удачи, пока-пока.